Пикфул Филмс Пикфул Филмс представляет Хат Продакшнс Согласитесь, что жизнь мало меняется, если сидеть сложа руки И праздный человек считает свое существование скучным В особенности в наши дни, в таком вот городе Видите ли, в таких вот городах, наполненных интеллигентами, бомжами, богатыми туристами Можно быть одиноким Правда в том, что иногда нам нужен толчок Пинок, чтобы сдвинуться с места Но даже в этом случае нет гарантии, что вы движетесь в правильном направлении Что тут скажешь? Должно быть, я спятил, раз я здесь Как вон тот джентльмен Буйный психопат Пальмы Десятью днями ранее Это не спутники, Джоэл Это телескопы А как они там оказались? Такие огромные, метров двадцать Мне казалось, тебе нравятся такие штуки Телескопы Стоят себе чем-то похожие на... Какая разница на что? Они же вверх смотрят Вот бы мистер Маккартни это увидел Мистер кто? Лионель Маккартни Алкоголик? Парень любит выпить, Скотт, но не алкоголик Он безумец, ветеран войны Алкаш, считающий, что Сократ был астронавтом Про Сократа ты соврал Он так не думает Хотя у каждого есть дараканы Да брось же Он лояк, Скотт Вот именно Он псих Так близко Фильм Тома Хатта и Уилла Хатта Это мои бывшие девушки Трудно поверить, но было время Когда я частенько женился Целых пять раз? Ну, это были... Не то чтобы свадьбы в обычном понимании Но все было законно Церемонии были тихие Без показухи и кучи денег на ветер Поэтому у меня их было пять Числятся мать его свадьбы Блин, как же ты выкручиваешься Ну, это как сказать А зачем вешать все эти фото на стенку? Выглядит странно Даже очень странно Ну, это не спец Порой я вешаю разные воспоминания Здесь И это частенько стимулирует Понимаешь? Нет Не понимаю Заберя это лично Мое Хобби А что именно ты тут устраиваешь? Устраивает Приглашаю друзей Что устраиваешь, Джордж? Ну, знаешь Нет Поэтому и спрашивай Азартные игры? Чувствовал, что что-то не то Вонючий картонный притон Погоди, не называй это притоном Я все сделал по-домашнему Кроме стальных дверей За этим меня пригласил? Ты ведь знаешь Я не в теме И это притон Заглашусь, мистер Да, очень похоже на притон для геев Кто он такой? Заткнись, Джоэл Поверни на место Джордж, не обижайся Но скажу честно Я подумал Может, тебя озарило Или еще чего Двинул дальше Забыл всю тоску Такой вот я парень Что? О чем это ты? Я тут не тосковал Да брось Дай взглянуть на племянника Прошло столько времени Я в норме Более чем Я слышал, что ты вернулся на район Я рад тебя видеть Ну, к делу Я ищу фургона Фургона? Ну, фургон Микроавтобус Знаешь Такой старый Добрый Бэт Сиэй Классический Или винтажный Додж Устроит И вторая Теха Хотя, к черту Был у меня как-то фольксваген Зачем тебе микроавтобус, Джордж? Ну, проще говоря Наступило время, когда Человек моего калибра Должен крепко держать Своего быка за рога Не ври, Джордж Ты без меня достанешь фургон Да, конечно Дело не в тебе У меня еще котелок валит Тогда в чем проблема? Будет нужна помощь Что это было? Серьезно? Я думал, Визитов будет смотреться в тачке Да что с тобой не так? Это же вернуть придется Я не могу Почему? Так ведь Он заметен Боже Ты можешь не вести себя Как тупой малолетка Он не твое, Джордж Значит, не бери Найду клей Будет как новое Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Джоэл, это ты? Максвелл? Привет, Джоэл. Прости, знаешь... Уже 9.30, Максвелл. Я знаю, прости, не хотел вламываться. Это все, этот контракт. Слушай, Максвелл, тут по всему дому жучки. Какой баран захочет жить в доме с насекомыми? У меня с собой документы. Знаешь, чего тебе не хватает, Максвелл? Тебе нужно переспать с женщиной. Мне кажется, что я ясно выразился. Я не могу давать, кому попало, адреса. В особенности адреса не моих клиентов. Это будет проколом. По-честному, я не должен быть здесь. Это неправильно. Максвелл, мы не спрашиваем о его банковских делах. Просто скажи, где он живет. А дальше мы разберемся. Разберетесь. Мистер Бак, вы же мистер Бак? Просто Бак. Мистер Бак, вот, попробуйте встать на мое место, пожалуйста. Двое неизвестных, но убедительных молодых людей ходят и вынюхивают. Мы не вынюхиваем. Конечно, нет. Но хочу сказать... Слушайте, на мне ответственность. А арендодатель, он такой, понимаете, трудный мужчина. И я, честно, не хочу вас обидеть, но, понимаете, ваше вмешательство все только усугубит. Говоря простым языком. Ну, ты против правил компании. Нет, мне надо быть жестче, намного жестче. Просто выслушай. Если ты за ночь с этим не разберешься, тогда не увидишь нас обоих. Понятно? Мы уйдем. Вот тогда ты точно влип. Иди и подумай, Максвелл. Ну, уже поздновато. У тебя было две недели, Максвелл. Решай. Сегодня. Уже почти полдесятого. Я уверен, что он ложится позднее половины десятого. Но это идет вразрез всем правилам компании. Наверное, компании мало. Мы хотим тебе помогли. И я должен идти прямо сейчас? Да. Постучаться в дверь? Именно так. Максвелл. Да, хорошо. Я пойду. Хорошо, ладно. Я скоро вернусь. Скоро вернусь, да. Пойдем-ка за ним. Привет, это Максвелл Лоули из агентства недвижимости Кларенхаус. С вашего согласия, я могу заселить арендатора на следующей неделе. Пожалуйста, позвоните мне на 0122-3468-23. Спасибо и хорошего дня вам. Если собственник все подпишет как надо, вот что я скажу. Это очень хорошее вложение. Много заработаете, если решите продать. Она особенная. Сахар? Нет, спасибо. Вы можете съездить на ней за границу, доставить кораблем. В Америке еще остались неисследованные маршруты. Кораблем доставить? Придержи лошадей, сынок. Мы еще из гаража не вышли. Да, конечно. Хотя из личного опыта не могу не поделиться. Маршрут из Эль Камино-Дель-Рио восхитителен. Это в Техасе. В Техас? Зачем я потащу себя и своих проституток в такую даль? Ну да. Я не хочу. Знаешь, ведь нужно быть стерпеливым, чтобы протянуть хоть немного в этом болоте. Это Америка, Джордж, а не игра в вонючие шахматы. Ой, заткнись. Может, тебе нормально. Скотт у нас провел пять лет. В турах памяти. А тебе-то откуда известно? Маму твою спросил. А чем вы занимались эти пять лет? Простите за любопытство. Ты ничем особенным больше бродил туда, сюда. По правде, сложно чем-то заняться, когда ты там никому не нужен. Что значит, никому не нужен? Что за негатив? Еще как нужен. Ты как же? Боже, он так и будет бурчать, пока мы тут сидим. Власти США не очень-то помогали за пять лет моих скитаний. Неудивительно. Даже малость иронична. История этого места и того, что там сейчас. Иронична. Может, заткнем собаку, пока мы... Помолчи про пса, Джоэл. Он в фургоне. Да, с ним все в порядке. Ой, не затрекай меня, пусть пес заткнется. Минутку подожди. У него такое бывает. Две минуты. Бургоны наберутся. Я притащил Скотта, чтобы мне дерьмо не всочи. Смотрите. 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 Что ты нашел, Хэн? Иди сюда. Давай. Что там? Что это? Что это? Пойдем. Я хотел сказать, во многих смыслах вам очень везет. Это так очевидно, что я завидую. Ты восхищаешь меня своей простотой, Джоал, как ребенок. Что тут у вас? Общеизвестно, что просвещенные люди любят быть несчастными. К сожалению, мудрость омрачается неприятным знанием того, что жизнь во Вселенной абсурдна. Боже мой. Что он говорит? Что я? Он говорит, что ты припарочный. Джордж? Да. Признаюсь, что не терплю сквернословия, джентльмены. Все, что вам нужно, лежит в конверте. Я тут что-то пропустил? Да нет, мы уже закончили. Этот парень какой-то мутный. Заткнись, Джоал. Ты на минутку. Донни, я... Да ничего, все хорошо. Увидимся через пару дней. А что будет через пару дней? Кстати, видишь ли, по закону я не могу водить фургон еще пару дней. Что? Чувствую здесь подвох. Ладно, ты это понял, да? С каких пор ты не рулишь? Мистер Фитц. Ладно. Блин. Сиди тихо. Не шуми. Вы чего? Еще 9,40 нет. Я Бак. Это Чарли. Детективы Бака Чарли. Детективы в вонючем такси. Чего? Вон отсюда сопляки. Это прикрытие. Вы в курсе, что уже почти 10? Да, мы знаем, который час. Придурок. Черт, Верни. Так, слушай. Решим это. Ты профессионал. Урод. Говори, где деньги. Какие? Заткнись, придурок. Документы или позвоню в полицию. Нет. Ты этого не сделаешь. Сиди тихо. Открой дверь, или я вызываю полицию. Мы в курсе, что ты участвуешь в хранении грядиных денег. Которые принадлежат нам. Но они принадлежат государству. Нахрен государство Бак. Черт, Чарли, жми. Мне глаза спалили. Черт, страшно. Ваш сердце стучит. Ты этих парней не знаешь? Что это было? О, дезинберант. Прям в рожу. Сработало же. Это чудо, что тебя не похитили. Они и не хотели, Джоэл. Ты кто сказал? Пистолетом по башке. Такой момент, знаешь ли, не каждому дано пережить. Он ударил меня по голове кулаком, а не пистолетом. Северные ублюдки. У них был другой акцент. Правда? Странно. Ну, тебе не о чем беспокоиться. Не знаю, Джоэл. Наверное, надо пойти в полицию. Да эти деревенские. Хрен с ними. Глупые хиппи, не на того напали. Хиппи. Алло, Рассел, это я. Я загружаю снаряжение. Да, тут перчатки, тут маски. Слушай, а чего маски такие узкие? Нет, эти точно не слетят. А что делать с этим гребанным револьвером Джона Уэйна? Да нет, он слишком громоздкий. Что не так с беретом? Компактный ствол. Ты уже там? Я там буду через 10 минут. И ты тоже. Да, хорошо, до встречи, пока. Привет. Хорошо. Да, ладно, я понял. Нет, ты меня тоже пойми. Да получишь ты свои деньги. Уже сегодня. Ты понял меня? Сегодня же. Мне нужно время. Сегодня уже там. От меня пустого толка нет. Да тут тихо, как в морге. Если он не оставил ключи, я возвращаться не буду. Постой. Извини меня за это отсутствие. У меня появилось важное дело. Круто. Я ставил ключи за рулем. Напоследок, скажи дяде быть аккуратным. Класс. Да ладно, давай уже ее распакуем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты офицер, я знаю, как это работает. Неужели? Фургона нет. А если и вернется, то понятно, что не в первозданном виде. Правильно я говорю, приятель? К сожалению, именно так почти всегда и выходит. Да, я так и думал. Итак, учитывая это, я заинтересован в данной записи. Можно ли мне заполучить копию, чтобы потом предъявить ее страховой? Это не имеет смысла, сэр. Страховая компания свяжется с нами напрямую. Так значит, нам дадут этот номер расследования? Я вам это организую. Да, мне все равно нужна копия этой записи. Боюсь, вы ее не получите. Это доказательство. Оно не может быть в руках третьих лиц. Да, но ведь это мое доказательство. Зачем тебе копия этого глупого видео? Ну, я... Это просто невозможно, сэр. Черт. Идиот. Это моя запись. На ней все преступления. Они ушли с пустыми руками. Так ты и пришел с пустыми. Джордж, фургона нет. Приехали. Так. Я хотел поговорить о том, что было вчера. Что значит, не дали запись? Это просто засада. Похоже, это какая-то беда. Да, мы попали. Обидно за парня. Он был коллектором. А тут являюсь я и говорю, что его в фургон угнали бандиты в Кембридже. Каковы шансы? Тебя чуть не похитили. Чепуху несешь, Джоэл. А потом угоняют фургон. Блин, это не связано. Понимаешь, меня с кем-то перепутали. И с кем не перепутали? Рональда Коттона перепутали, насильника. А это тут при чем? Я же такое не верю. Не верю. Понял? Я думаю, что тебе пытаются угрожать. Надо отреагировать. Нет, Джоэл, не надо. Ну ладно, я спрошу Донни, кто еще интересовался этим фургоном. Донни, кто еще интересовался этим фургоном. Что за... Что за... Мы договаривались? Стихот угоняет фургоны днем. Да ему поделят 20. Вы сами сболтнули про 50 тысяч. Ни хрена не говорили. Смешно. Вору вору дубинку украл. Иронично, правда? Где 50 кусков? Где его 50 тысяч, старик? Ну, наверное, уже в радиусе 100 километров. Это ж старый фургон. Признаться, я немного в шоке. Да, я в нем также пребываю. Меня тряхануло. Представляю себе. Так, может, ты знаешь того, кому был нужен этот фургон? Кто-нибудь задавал вопросы? Нет, таких не было. Вы единственные заинтересовались фургоном. Честно, не знаю, что и сказать. Я тоже. Думал, что тебе стоит знать. Что у тебя там происходит? Секундочку. Я мигом. Секундочку. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, что это? Нет. Маячок. Для машины? Для каждого фургона с этой станции. Это же нелегально. Да. Только клиенты безумно благодарны в таких ситуациях. Как он работает? Как и любой другой маячок. На спутниках, в сетях, в различных серверах. Ты в машину Джорджа такой поставил? Конечно, она уже тут. Так ты знаешь, где фургон Джорджа? Думаю, что да. Фу! Класс! Это он? Что он тут делает? Коричневый? Бежевый? Цвета магнолия. Это наш фургон. Он не менял цвет. Почему он здесь? Преступники потеряли к нему интерес. О, да. Наверное. А нам что сейчас делать? Не видно ничего. Черт. Выхожу. Нет, стой, Джоэл. Слушай, ты знаешь, как отслеживать машину по номеру? По регистрационному? Если я дам тебе номер, сможешь определить, на кого он записан? Вполне возможно. Тут меня скрутили прошлой ночью двое. Смешно, что одно событие случается дважды за неделю. Сплотили тебя? Да, детективы Пак и Чарли. И... Сдается мне, что они соврали. Значит, ты выходишь или сидишь тут? Думаю, мне стоит остаться. На всякий случай. Хорошо. Ты чего делаешь? О, блин. Это прожектор. Шкаф, выбирайся оттуда. Чего ты там делаешь? Я не знал, что у нас фонарь. Можешь подать? Нет. Пошли, пока не засекли. Ну, маячок-то здесь. Я его вижу. Дай фонарь. Пожалуйста. Быстрее. Пожалуйста. Моячок-то здесь. Моячок-то здесь. Пожалуйста. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы-то вечером поговорим, я поехал за трупом Хитрый подлец! Что? Класс такие штуки в машины Мне штука удобная, но жутковата Что, закрыта? Не знаю Ты хоть пытался ее открыть? Ну да Что с тобой случилось? Сходим, пока они не вернулись С оружием Это же твой фургон? Да Без него мы не уйдем А то придут бомжи и в фургоне будут размножаться все бездомные Его бросили В среде поля Вокруг за версту никого Внутри пусто А двери закрыты Так и я о том же Ты че ты такой странный? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Боже, ты раньше не мог сказать? Раньше я об этом не знал Откуда было знать до этого момента? Ты на все сто уверен, что это его зажигалка? Да, он ее постоянно использует Говнюк Говорю уже, что он псих Надо же украсть собственный фургон У меня не по себе Ладно, Джоэл, возьми себя в руки Фокс, умерись Что за дерьмо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас твой пес Они пса забрали? Да, они? Кто они? О, Боже! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, мы нашли фургон Посреди поля Твоя зажигалка валялась на сиденье Это невероятно Ты в нем никогда не сидел Тебя там даже не было, старик! Вы нашли мою зажигалку? Да, ту, с которой ты все время ходишь Ты присядешь и выпьешь Нет, ты много пьешь Не хочу я пить Где мой пес? Все хорошо, а им не зачем его трогать? У него расстройство Ничего Ну, депрессия Когда тебе грустно и одиноко А потом раз, и все снова хорошо Боже, малыш, у тебя проблема Просто скажи, где он? Я не знаю, сказал бы, как бы знал Поймите, косяка не должно было случиться Если бы этот козел из полиции Не зажал запись с камеры А чем это он? Он угнал этот фургон Минуточку Ты мне в лицо пушка тыкал Это был не я Боже, что ты мой Ты что, вооруженный грабитель? Тебе 60 Хватит уже Все довольно сложно Тогда упрости Бак и Чарли Дэнинс Они братья Я не думал, что они к тебе нагрят Похоже, видели нас вместе И сделали ложный выбор Я вляпался с ними в одно дельце Но все пошло не так, как думают Каждые два месяца этот клуб проводит Левый матч по покер Сыграв однажды, ты больше не можешь И ты приглашаешь другого Так, получилось, что меня пригласили Снос был велик У меня таких денег нет Бак и Чарли предложили внести за меня плату За 50% с выигрыша 10 кусков, Джордж Постарайся не тратить все сразу Казалось, удачная сделка Каждый мог разбогатеть Самые легкие деньги в моей жизни Выиграл тогда 80 тонн В два раза больше, чем ожидал Мы договорились на 50% Оно казалось по-честному Выиграй я 1020 Но мы не обсуждали 80 Но я не дурак Дал им 10% Считай это справедливо Но им шепнули, что ставки были велики Не знаю, кто Но я, черт возьми, заработал Поэтому и должен был взять деньги Твоё право злиться на меня Но мои намерения чисты Вы мне помогали Просто не знали этого Помогали? В чем? Ты затянул меня в это дерьмо Зажать этим рожем их 50% Джордж, было тупой идеей Теперь они думают, что я тоже в деле Я же из принципа Продумал бы, оно бы по-другому обернулось Но ты не продумал Только намутил Ты ничем не лучше остальных Сколько денег ты забрал? 62 тысячи Давай, дуй за деньгами Деньги? Они не... Иди за деньгами, Джордж Хорошо Ну вот, отдадим им портфель и всё 62 тысячи Половина этого Да какая разница, половина или нет Отдашь и всё Живём у разбитого корыта Нужно лишь организовать Не умничай, делай, как сказали Согласен Я был так близок Я понял Ты был близок Я думал, они поймут, что фургон угнали И отстанут Я защищал свои интересы Я понял Защищал интересы Я понял Здравствуйте Это регистрационная служба Меня зовут Кейтч Могу помочь Привет Я хочу отследить регистрацию автомобиля Хорошо Можете сказать имя, сэр? Имя? Ваше имя, сэр Алло Не ври в этот раз, Джордж Нет Хочу, чтобы ты сказал Да, именно И чтоб не фунтом меньше Увидимся завтра на парковке Марч В два часа, понял? Повтори Хочу, чтобы ты повторил Джордж Джордж Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давай по порядку Я буду посредником, ладно? Я не против Мы отдаем деньги, они нам собаку Все просто и красиво Хорошо А что, если пса не отдадут? А с чего ты взял? Ну, это... Вполне возможно О, боже мой Что не так? Похоже, нас тормозят За что? Я не знаю, что-то не работает Не фургон, а развалюха Черт Надо деньги спрятать Они в портфеле, Джордж Значит, надо накрыть их чем-то Джордж, они в портфеле Топ заглянет в сумку, если будешь вести себя как придурок Расслабься Так, придурок, балда Черт с тобой Здесь встану Это гражданская тачка Что за хрень? Здравствуйте Все хорошо? Боюсь, Тончилл Вы знаете причину остановки? Задние фонари не горят Это старый фургон С самого утра с ним мучаемся И поправим Эта машина числится в угоне Что, простите? Ваш номер совпадает с номером машины, угнанной пару дней назад Может, вам что-то известно? Угон машины? Ага, да То есть Ладно, ладно Ладно Дело в том, что ее угнали А мы ее нашли Значит, вы в курсе, что машина в угоне Да, в курсе, но мы нашли ее Поэтому она уже не в угоне, малыш Это ваша машина, сэр? Так точно Ладно, покажите документы Документы? Я не ношу документы с 99-го года Выходите из машины, сэр Значит, если не носишь документы, то машина в угоне Класс Просто... Ну, и дела Просто успокойся Я все уважаю Дальше не надо Ждите там, пожалуйста Офицер, мы немного торопимся У нас встреча Так Развернитесь лицом к машине Это так важно Я хозяин фургона, он мой Не факт, сэр Так что развернитесь лицом к машине Слушай, офицер, ты что делаешь? Ты слышишь меня? Я с тобой говорю Это его фургон Сэр Слышите? Мы спешим Меня собака ждет Они убьют мою собаку Если нас закроют, Джордж, я тебя убью Давай, заткнись Что он делает? Ну, что он делает? А это кто еще такой, Джордж? Тот был не полицейский, да? Боже, бравый Да Ну, все, тогда Привет Я ищу черный кап Кто-то другой взял деньги Кто-то другой Твой Телескоп Что ты делаешь? Две сотни фунтов Слушай Все просто, Скотт Они взяли деньги Отыграв, как ограбление Теперь у них 32 тысячи Им нужно все Они же умные Не такие умные А что с моим псом? Они его даром не вернут Ведь он не стоит этих денег Они вернут пса, ну максимум через неделю Конец Все уже С нами шутки плохи Он так сказал Успокойся Сократ говорил При чем тут Сократ? Он просто мужик И все Ты сейчас сильно тупишь Точно Пойду писать Так Полметра в длину Крепкий Послушный Долго он у вас? Как долго? Долго Я Щенком его помню И он Спаниэль Кокер Так, ну Значит, вы говорите И поправляйте Если я не прав Двое мужчин Требуют за собаку Выкуп В 32 тысячи Да Вы ничего не упустили? Просто Ситуация необычная Бывали пропажи Собак, но Не такие Но у вас Были кражи собак? Да Обычно Это Домашние разборки Но ведь вы их находили? Мистер Фитжеральд Хороший чай Как вам сказать Мы с вами свяжемся Если что Мистер Фитжеральд Мистер Фитжеральд Тут много всего Нам все не пригодится Ладно, что мы тогда возьмем? Достанем нужное То, что точно не пригодится Как насчет этих? Ложницы? Да Может сгодятся У меня есть поострее Думаю, у тебя лучше получится Нет, без шансов Твои идеи ты и делай А вдруг укусит? Он не укусит Вообще-то очень даже может Давай пару сантиметров Так ему не будет больно Какая разница, сколько я отрежу? Я, блин, психую Вдруг она стечет кровью Давай Режь его уже Начали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то с нами играет, малыш Итак, значит, ты звонишь по этому номеру Я никому звонить не буду Весьма к тебе пришла? Да И к тебе тоже Ну, да Более того, это твои 32 тысячи Вот и звони Блин, ладно Позвоню Не со своего же Почему? Может, кто подслушивает? Это не расследование Цейрул, Скотт Да Но Мобильный можно выследить А телефонную будку нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло Алло Кто это? Слушай, ты не очень понимаешь, что натворить Деньги Эти деньги Что? Хоктон, да, знаю, Хоктон Что? Нам нужны эти деньги? Деньги Мои Хоктон Что в Хоктоне? Да Много больших дамов Мои Хоктон Мои Хоктон Он сказал номер один? Да Нет, он сказал номер три Три Это самый большой Да, здоровенный Что делаем? Ждем в машине? Пойдем постучим Ждем в машине Но ведь есть строгий протокол Насчет Двух подозрительных парней Сидящих в машине ночью Сторожи района Стефан Типа того Мы ждем, пока не позвонит Он сказал в шесть вечера Черт возьми, все вышли Он что забыл Что он тут забыл? Что? Я ему сказал сидеть дома Верь, откройте Холод жуткий Назад сядь Ой, хорошо А вы что тут делаете? А ты что тут забыл? Если ты снова накосячишь Тебе нужно это видеть Сейчас замолчи Алло Да, мы тут Это правда важно Открой коробку Молчи Да, я на него смотрю Там 9.11 В коробку Регистрации я не вижу Давай же загляни Что там на номере? Что там? G-2-6-5-A-B-L G-2-6-5-A-B-L Моя собака Открой же наконец коробку Пошел вон Надоел Еще из них Кто я? Нет, нет, нет Подожди снаружи Пока он не закончит Да там дубак Джайл Ладно, ладно Это, это, это просто бессмысленно Да, согласен Подожди минуту Алло Что стряслось? Он хочет, чтобы мы угнали этот Порше Спасибо за просмотр А-а-а... 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 Это еще что? Это тело. С него течет. Ты что делаешь? Что? У меня есть такие труси, Чарли, которые оставляют тела, мертвые тела, на кровати. Это психопат. Психо... что? Да вы без этого. Знаешь, что это значит? Кто-то поднялся по лестнице, кинул этого мерзавца тебе в постель и оставил нас расхлебывать это дерьмо. А мне-то что делать? Оставить его тут гнить? Главное, не оставить на нем свои отпечатки, Чарли. Надо узнать, кто это. Пускай этим морг занимается. Ты что, специалист по трупам? Что тогда? В полицию позвонишь? А зачем звонить в полицию? Что мы им скажем? Я вскрываю пакет. Ужас. Ты только посмотри. Парню горло перерезали. Вот черт. Чего там? Тут записка. Если найдете, то позвоните. Что за хрень? Кто это? Кто пишет записки? Ты слушай, Джордж. Что ты можешь знать про угоны? Знаю кое-что. Кое-что знать мало. Снимите рулевую колонку. Найдите... Это... Джордж, ты не справишься. Уже делал это. Не очень хорошо, но опыт был. Я тоже могу. Малыш, от тебя пользы мало. Не надо поснимать. Что? Какой сейчас год? Если поймают. Я не хочу в тюрьму. Не поймают. Люди в таких местах сидят дома, малыш. Когда копы начнут соображать, нас уже не будет. Вот так, ясно? Мы будем уже далеко. Да, это типа сесть в тюрьму за угон тачки. Нас это никогда не коснется. Я не хочу быть опущенным. Не беспокойся, тебя не берем. Не хватает еще вождения в пьяном виде. У тебя проблемы. Уже шесть бутылок? Еще полдень. Ты алкоголик. Я не алкоголик. Иди ты. Нет? А почему пьяный? Почему ты все время пьешь? Только не стреляйся. Ты еще успеешь. Тормозим. Умы лишь хотели сказать. Знаю, что хотите. Идите в задницу. Тогда приступим. Субтитры сделал DimaTorzok. И да. Ничего из этого мы не берем. Дерьмо. Не делай так, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. Думаешь, это все шутки? Тупая дура. Дело. Мужик. Гнилой мужик. Ты оставила его у нас дома. Ты что ржешь? Разве это похоже на шутку? Ты о чем? Какого черта ты несешь? Серьезно. Дерьмо. Блин. Это была... Ну, кто же это была? Может, это была... Да не промочи. Это была... Стоп. Не промочи. Кто была? Это была полиция. Германа была, Мини. Никто не угоняет на фургоне. Но никто этого не ожидает. Никто не ожидает. Огромный микроавтобус. Ну, не разворачиваться же. Ты готов? Ну да. Не видно, что ли? Да не очень. Маску надевай. Ничего сказать не хочешь? Так. Заслабься и за мной. Ладно. Так. Мешок взял? Блин. Так, взял. Ты чего делаешь? Быстро за мной. Они... Они просто... Следуй за мной. Так. Когда скажу, откроешь дверь. Но только когда скажу. Иначе сработает сигнализация. Когда скажешь. Не раньше. Да. Вы как? Хорошо. Готовят. Готовим. Начинаем. Вот блин, подожди. Да почти уже, еще два провода. Стой, послушай. Еще машина. Вот была. Эй, парни, ну как там? Вот. Вы имя Иисуса Христа. Джоэл? Я не держу зла. Я. Лучше заткнись. Зла не держу, честно. Если нужна помощь, я помогу. Заткнись, придурок. Блин. Ты чего приперся? Все испортишь. Двигай. Давай. Как он выкатит поршень? Заводи это ведро прямо сейчас. Давай. Давай. Уматывай уже отсюда. Рыдаюсь. Нет, искры. Убрал машину. Сейчас же. Алкаш. Только посмей мне все испортить. Давай. Давай. Давай, давай. Мигом вали с дороги. Тупой. Тупой баран. Беги. Вон из машины. Давай выходи. Просто беги. Пешком. Я почти угнал. Он застрял. Все. Уходим. Я убью его. Накажу говнюк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И каков наш дальнейший план? Здесь его точно оставить нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нашел чего? Да. Есть одна на углу. Где-то полтора на полметра. Погоди проверь. Нет, я туда. Один не пойду. Субтитры создавал DimaTorzok В смысле ты туда не пойдешь? Вот это. Тут труп лежит. Что может быть страшнее? Страшно мне. Всякое бывает, если нарушать покой. Боже, ты мой. И не богохульствуй. Прошу. Ну что? Бог? Ты стал верить? Так, по-любому ты все равно попадешь в ад. Хватит нить и помоги вытащить его из тачки. Боже. Думаешь, заработает? Да. Думаю, что рай нам точно не светит. Дима, ты соображаешь? Ты своей башкой думаешь вообще? Конечно. А он ничего не соображает. Он пьян. Он алкоголик. С таким успехом мог и сам собаку пришить. Чего-то пару стаканов. Парочку. Парочку? Так, наложить штаны с пары стаканов? Не груби мне. Оставь его, Джордж. Да. Бесполезно, гребанный ты кретин. Иди ты. Ничего ты не знаешь. Да, мне хреново. Но все твои словоблудия не помогут делу. Скажи, что может помочь делу? Что именно все исправит? Говори. Ну? Ай, бросай пить, Джоэл. Ты оставил свою машину возле дома человека, которого мы хотели обокрасть. Прямо напротив. Полиция нагрянет к тебе домой в любую минуту. Ты хоть видишь? Скотт. Видел Мерседес припаркованном на другой стороне? А? Или идиот? Мой нос. Мой нос, блин. Вонючий идиот. Ударил меня прямо по носу. Я буду на связи. Я буду на связи. Что это значит? Привет, мистер. Привет, Джоэл. Я тут получаю, значит, жалобы по условиям жилья. Не очень хочется рассуждать об этом по телефону. Ты перезвони мне, пожалуйста. Это Максвелл. Теперь мы в затруднительном положении. Я буду на связи. Максвелл. Вот, блин. Да? Ты где? Тут люди стоят снаружи. Что? Снаружи люди. Похоже, полиция. Ты почему меня не разбудил? Так, слушай. Кажется, я знаю, кто забрал. Я не хочу в тюрьму. Машина. Моя машина. Да хрен с ней. Слушай, это был Донни. Понял? Донни забрал наши деньги. Что мне делать? Признаваться? Что? Нет, 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 нет. Не надо. Да-да-да, я знаю, что нужно. Скажу, что нас заставили. У них твоя собака. Нас обоих вынудили. Мне даже лично угрожали. Что? Нет. Идиот, ничего не говори. Понял? Это был Донни. Успокойся, Скотт. Джоэл, ты слышишь меня? Джоэл. Джоэл. Да чтоб тебя. Джордж! 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 Где он? Я знал, что вы не копы. Ты быстро схватываешь. Так, где он? Здесь его нет. Куда он делся? Может, по магазинам? Не знаю, я его два дня не видел. Я ни при чём. Я денег не брал. Даже не знал про деньги, пока вы не стырили мою собаку. Что делает тебя неплохим рычагом? С чего это я рычаг? Рычаг должен работать. От меня вы хрен чего дождётесь. Ясно? У тебя есть ещё два дня. Я бы на твоём месте задумался. Не глупи. Ну, подожди. Здесь его точно нет. Джордж, я не знаю, где он, но у него тоже нет этих денег. Чем это клоняешь? У Джорджа нет ваших денег. Тони у Донни. Где? Блин, Донни! Он продал нам фургон. Да ну тебя! Да, похоже, что он грёбаный псих. Понимаешь? Ничего, тут никого. КОНЕЦ Спасибо. Опять? Спросил чёрный кофе, а она несёт с молоком. Теперь буду давиться чашке тёплого молока. Ты сказал что-нибудь? Я бы не хотел её тревожить. Полицейским, Джоэл. А! А, полиция! Грязные свиньи. Я знал, что им не за что меня арестовывать. Есть законы, врушимые правила, презумпция невиновности. Они и где-то там ищут настоящих бандитов. Значит, ты ничего не сказал про машину? Машину. Мою машину. Давай-то тише. Потому что ты не можешь. Ты не можешь. Не волнуйся, Скотт. Я послал их. Не переживай. Ты Джорджу рассказал про... Джордж пропал. Джордж пропал? Да. И Донни тоже. Не знаю, где этот... Долбанный психопат. Я знал. Что-то мне подсказывает, что ты не знал, Джоэл. Знал бы, сказал. Скотт, парень-то психопат. Давай не будем брать фургон у психа. Точно. Но никто бы не поверил. Парень продает фургон из гаража. Богатый парень сбывает металлолом. Какая разница, богатый или нет? Большая, Скотт. Подумай. Если он богат, то он опаснее других тупых психопатов. Понимаешь? Нет. Гораздо опаснее. Нет. Не понимаю. Как и то, что я сделаю. Ну и что это? Только время тратишь. Его тут нет. Может, деньги внутри? С чего им там быть? Он же не глупый. Забрал, видимо. Вот дерьмо. А ты кто такой? Кто я? Хороший парень. Ты что делаешь? Я ему звоню. Зачем ты ему звонишь? Это глупо. Какой смысл тогда быть здесь? Скотт! Прекрати уже. Скотт! Что? Нет! Ты чего сделал? Выгорячился? Дурак, что ли? Ладно, ладно. Зачем ты это сделал? Прости, но психопатам звонить нельзя. Мы уже к нему приехали. Он этого не знает. Мы еще не позвонили. А где ваш второй знакомый? Пак? Подойди. Спасибо. Не возражаете? Мне намного удобнее сидеть в таких ситуациях. Хороший пес, да? Добродушный. А это кто такой? Его зовут Генри. Или как-то так. Странно. Как же мы к ним привязываемся? Принимаем их за людей. Кажется, ты пересек не тот порог, мужик. Поверьте, порог я выбрал верную. Две розы полумесяцем. Проезжаем через Честертон мимо деревянной леди. Кто такой говнюк? Мое имя? Донни Бартон. Это я оставлял у вас труп. Так это ты оставил того бедолагу наверху? Полагаю, что вы успешно от него избавились. Ты нахрена его мне в кровать положил? Ваша реакция оправдана. Мы еще вернемся к этому. Полагаю, что вы нашли номер телефона на трупе. На бедолаге, как вы сказали. Правильно? Полагаю, как и любой другой в данной ситуации, вы на него позвонили. Отлично. Так. Детектив на другом конце провода, мисс Морин Харпер, проводит расследование исчезновения мистера Николаса Харпрегта, нашего бедолаги. Она ни черта не знает. А если иначе, мы о тебе многое скажем. Наверное, нет. Мой ультиматум таков. Те деньги, которые вы так хотите... Что ты знаешь про деньги? Тони. Это Тони Бартон. Прошу. Деньги у меня припрятаны. Там, где их никто не найдет, пока я не покажу. Итак, ваш ультиматум. Я отдам вам деньги. Все. Вы заберете 32 тысячи и испаритесь. Но среди следов Николаса, разбросанных по дому, детектив также найдет останки другого человека, на котором вам мало что известно. Она их найдет. А так как тут живут только два человека, вы станете подозреваемыми в двойном убийстве. За 32 тысячи. С другой стороны, вы оставите здесь деньги. Я отдам собаку хозяину, а вы прекратите заниматься подобным родом деятельности. Но если это в вашей крови, то в будущем вы снова окажетесь в подобной ситуации. Понятно? Ты повернутый ублюдок, понял? Ты не можешь нам угрожать. Думаю, что могу. Нараб тебе уйти. Очень нехорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неважно, Джоэл. Ты иногда не думаешь. Понял? Это был важный звонок. Я понял. Я накосячил. Но сначала ты. Потом я, посмотрев на тебя. Нет, нет, я не косячил. Это ты так думаешь. Расслабься, Скотт. Все как-нибудь уладится. Теперь ты хотя бы знаешь, где деньги. Правда? Нет, я не знаю. Потому что ты выкинул мой телефон, не дав ничего сказать, придурок. Я надвижу Максвелла. На что тебе жаловаться? Тебе дали бесплатное жилье. Скотт. Вот будешь сдавать в аренду, может поймешь, всегда что-то не так. Мысли позитивно. Пошел ты, Джоэл. Пошел. Пошел. Продолжение следует... Продолжение следует... Он еще на что-то способен. Да какая он ищейка? У вас разве не бывает такого, что человек пропадает больше 48 часов? Ну да, вроде протокола. Джордж Бенсон. 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 Что? Так, ближе к делу меньше слов. Джордж мертв. Он написал мне два часа назад. Может и так, но мы нашли его тело где-то два часа назад. Задушенным. Он был мертв дольше, чем два часа. Примерно два дня. Два дня? Ага. Хочу сказать, что дело тут сложное. Мы нашли четыре трупа в разных кондициях. Может, вы что-то знаете? Нет. Нет. Кажется, ваш друг проснулся и решил убить пару человек. Какой мой друг? Мистер Диксон. Джоэл. По-моему, ему придется объясняться. Джоэл? Именно. Думаю, что он... Простите, постойте. Вы думаете, что это был Джоэл? Получается, что так, мистер Фитджеральд. Вы нашли грязные деньги. Покойный ведь любил азартные игры. Да? Да. Да. Понятно. Нам известно, что он вляпался в какой-то долг. Пару человек пересекли дорогу, а Джордж задолжал им. Ваш друг сдавал свое жилье паре коллекторов, Баку и Чарли. Похоже, он зашел домой с оружием. Увидел братьев, и они повздорили. Похоже, один брат взял кочергу или типа нее, и наш герой выпустил им в грудь по две пули. Наш офицер зашел и увидел Джоэла, сидящего над трупами. Невозможно. Джоэл идиот. У него нет пистолета. Ему плевать на деньги, и черт возьми, мы друзья. Офицер нашел его одного, сэр. Соседи видели, как Джоэл навещал дом в последние недели. Также мы нашли следы двух других людей в доме. Палец вашего дяди лежал в камине. И пятна крови человека по имени Николас Харпрект. Я думаю, вы совершаете большую ошибку. Честно, Джоэл не мог никого убить. Я бы знал это. Ладно. Допустим, я ошибся. Пусть мы нашли его машину возле дома мистера Харпректа. Случайно. Понимаю, там красиво. И допустим, что пятна крови этого мужчины оказались в доме Джоэла случайно. Может быть, ему не повезло прийти туда в тот момент, когда два трупа лежали в его гостиной. И тогда он, по глупости, взял орудие убийства. И все эти события смогут быть большим сговором. А он случайно проходил мимо. Случайно. Нет, 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 нет. Это и есть заговор. Это вы. Нет, нет, нет. Уверен. Нет, 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 нет. Джоэл ни при чем. Это Тони. Убийцу зовут Тони. Он же... Вы имеете дело с психопатом. У него мой пес, понимаете? Сэр, мы не обсуждаем вашу собаку. Да речь не о моем псе. Речь идет о... Боюсь, сэр, что имени недостаточно. Должна быть какая-то связь. У вас ее нет. Так идите и найдите его. Слушайте, я знаю, это был Тони. Ладно, вы сказали, что нашли Джорджа в фургоне. Но его фургон был в угоне. Простите, сэр. Я говорю с искренней симпатией. Но вы удивитесь вашей семье, вашим друзьям. Удивитесь тому, что они сделают ради денег. Я не знаю, что я тут делаю. Мы с вами свяжемся. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Скотт, я рад был помочь найти твоего любимого пса. Надеюсь, ты не думал, что я его обижу. А те несчастные события... Сожалею, что впутал тебя в свои дела. Хотя, со стороны я вижу, что наши противоречия сыграли нам на руку. Может, однажды ты поймешь. Деньги, которые твой дядя был мне должен, с большим нежеланием я присваиваю себе. Теперь вторая половина. По моим подсчетам, это 64 тысячи. Пока я пишу, не вижу никого в очереди за ними, поэтому отдаю их тебе. Они будут ждать тебя в моем пустом гараже. Ты их с легкостью найдешь. Если тебе захочется правосудие, то я буду ждать тебя на станции завтра утром. В конце все весело обернулось. Прикольно. Удачи, Тони. Тони. Р зовут Р Bank. Прикой. Прикольная сливия. Потратил остальные 32 на фургон. Надеюсь, ты не против. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Авторы сценария, продюсеры и режиссеры Том Хатт и Уилл Хатт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...